здравствуйте вашему вниманию хочу представить обзор windows phone 7 mango ее это пока не финальная это не rtm версия которую недавно выпустила microsoft это одна из последних бета-версий здесь пока не добавлена поддержка русского языка в этой бета-версии в rtm в финальной она безусловно есть но здесь присутствует русская клавиатура здесь присутствуют русские системные настройки и доступ к российскому российской части глобального магазина приложений microsoft итак вот у нас экран разблокировки на нем мы можем видеть уровень приема сигнала наличие вай-фай и количество заряда батареи а также время день и месяц итак мы попадаем в главное меню рабочий стол windows phone mango он также как и в передыдущей версии windows phone 7 наполнен прежде всего тайлами тайл это вот такие иконки они не только иконки то есть они не только вызывают какое-то приложение они несут какую-то информацию обычно вот видите вот этот активный анимированный тайл это так называемый people have в нем нажав на него мы можем увидеть какие кто из наших из ваших или друзей активен в последнее время кто что писал фейсбуке сюда вы можете добавить аккаунт facebook аккаунт twitter пока здесь он не работает в этой версии windows phone mango также все сервисы life достаточно удобно просматривать кто что писал кто постил какие-то фотографии можно так посмотреть визуально кто был активен потом мы имеем хабы почты месседжинг hotmail это можно вывести хаб почты он может быть не только на ход мэйле он может быть на gmail и на яху на других популярных сервисах думаю что когда система будет запущена в россии будет добавлена поддержка таких сервисов как mail.ru яндекс но пока это чистые спекуляции я не могу вам точно сказать здесь я поставил сторонние приложение это for square как видите она выводит информацию о достижениях в этой социальной сети вот этот хаб он пока так достаточно пуст это календарь если вы вводите какие-то события свой рабочий график то они отображаются в этом хабе здесь это просто картинки это хаб windows marketplace которые по-русски это магазин приложений здесь это хабми то есть то что делаю я в различных социальных сетях это вот пример приложение twitter и его тайл пока windows phone 7 манга только запускается и еще ожидает своего отправки на устройство не все функции этой о с поддерживаются в уже выпущенных приложений например до этих до запуска windows phone 7 манга приложение нет активного доступа к тайлам то есть они не могут быть они мира но запуском этой уэс этот недостаток будет исправлен итак давайте посмотрим на следующий рабочий стол он выглядит вот так это вот такой список приложений он прокручиваться очень быстро думаю что поскольку fps в самой уэс больше чем может записать камера немножко плавность изображения может быть теряется но все равно я думаю что это видно как указывают мне мои коллеги в финальной версии windows phone 7 манга вот этого разделения вот этих буковок не будет то есть будет общий список по моим подсчетам в этом списке помещается 12 приложений без букв то есть это обычно соответствует обычной сетки 3 на 4 допустим которые есть например симбиан вот прокрутить приложение можно достаточно быстро вверху появляется буковка которая указывает на какой букве из алфавитного порядка вы сейчас остановились все приложения группируются здесь тоже people hub и также сюда попадают всесторонние приложения если вы хотите вывести их на тайлы надо зажать вот так появляется а вот пинту старт это соответственно есть возможность она направить его на главный рабочий стол стайлами плюс здесь доступен поиск если вы хотите если программ сотни вы можете быстро перейти к нужной букве и так далее вот давайте рассмотрим основные функции системы это допустим people hub мы уже рассматривали вот так выглядит звонилка да так выглядят набранные номера чтобы набрать номер нужно нажать вот эту кнопочку вот так выглядит набор номера мы вернемся так теперь посмотрим почту hotmail к сожалению могу вам показать свою почту на gmail но надеюсь что некоторые представления о почте в windows phone 7 манга вы сможете составить исходя из взгляда на этот аккаунт здесь нет большого списка писем поэтому не видно насколько плавно прокручивается но поверьте мне на слово прокрутка очень плавно давайте посмотрим какую либо письмо вот так она подгружается так мы можем включить отображение картинок так мы сделаем увеличение пичту зум здесь тоже работает как видите все очень плавно и так ну или другое письмо вот так кстати работает выделение писем можно пометить как прочитанные или пометить как не прочитанные здесь доступны другие настройки здесь можно включить отображение папок настроек и связать различные почтовые аккаунты это очень удобно потому что можно в рамках одного приложения которые которые здесь они как бы идут как отдельные по отдельные почтовые аккаунты идут как обычный отдельные почтовые приложения но их можно связать и тогда вся почта будет в одном месте вот например folders можно посмотреть какие доступны так большое значение для современной уэс является имеет браузер вы помните насколько неудачным медленным и ну скажем весьма нестабильным был браузер windows мобайл к счастью разработчики windows phone mango ушли от недобрых традиций скажем так и добавили хороший браузер в чем его достоинство прежде всего в скорости скорости не только открытия страниц на и скорости рендеринга даже такое не с не сильно мощное устройство по современным по современным меркам как htc trophy который у меня находится в руках настолько быстро работает со страницами вот смотрите насколько быстро работает пинчатый зум даже на мощных android здесь бывают задержки здесь у нас есть возможность посмотреть на клавиатуру реализация клавиатуры windows phone 7 mango очень удобная ошибок вот я в своей практике по почти не допускаю так допустим яндекс.ру вот она уже подсказывает какие мы хотим выбрать страницы видите насколько быстро происходит загрузка это конечно мобильная версия но тем не менее так допустим перейдем к какой нибудь новости видите прокрутка абсолютно плавная при этом это еще не финальный windows phone 7 mango она еще отстает где-то на 10 билдов от финальной то есть еще есть финальный будет еще лучше работа организована вот как выглядит настройки можно поделиться страничкой так и есть конечно поддержка табов так он выглядит новый таб вот давайте тогда здесь же посмотрим и на русскую клавиатуру привет привет так я уже ошибся привет привет как дела я ошибаюсь потому что пытаюсь смотреть на экран смартфона через камеру что не позволяет мне точно наводить палец привет как дела что ты делаешь так поскольку мы в браузере не выводится подсказок давайте перейдем туда в почтовое приложение так вот messaging ну допустим вот там написал мтс попробуем ответить все кстати стоит сказать что все сообщения выводятся в виде вот таком виде переписки с индивидуальным абонентом привет как дела что ты как видите выводятся подсказки делаешь упс что делаешь кстати есть подсказки и по правописанию но только я не уверен что они сейчас в этой версии windows phone 7 mango правильно работают но тем не менее можно сразу стереть все сообщения можно сразу стереть все сообщения даже отправил мтс так так кстати как работает анимация давайте еще раз посмотрим насколько быстро происходит переключение между меню и так что еще интересного windows phone 7 mango это конечно проигрыватели музыки и видео так называемый зум плеер а вот та музыка которая у меня закачана windows phone 7 mango это приложение которые имеют доступ к зум плеер вот куда можно прийти музыка видео подкасты радио и история просмотра видео это очень удобная вещь а вы можете просматривать не только те видео которые вы смотрели на заказ из закачанных на самом устройстве но можете посмотреть и то что например вашу историю посещения youtube вместе с историей музыки кстати если вы остановили видео на youtube на паузе вы можете продолжить видите как раз пишет пост соответственно можем просмотр продолжить просмотр там где остановился вот так работает эта функция вот допустим музыку которую я слушал вот так выглядит интерфейс увеличение громкости видите если мы выходим из музыкального приложения нажатие на кнопки громкости выводит музыкальный плеер он кстати доступен эти кнопки управления доступны и в заблокированном состоянии что же еще интересного windows 7 манга это магазин приложений он уже официально запущен для россии ну к сожалению интерфейс по-прежнему по-русски но до недавнего времени он вообще не работал в россии то есть нельзя было купить из аккаунтов msn live нельзя было купить или загрузить приложение в россии теперь это уже доступно вот видим какие тут есть варианты допустим вот так устроен интерфейс стоп это излюбленные приложения так вот интересный момент игры ну конечно же какой xbox live без халу вот xbox live это действительно очень интересные качественные приложения многие из них это эксклюзивы для платформы ну конечно речь не идет о каких angry birds или plants and zombies но например такие игры как i dig it что еще full house бункер так или tentacles или birds and pigs это действительно эксклюзивы причем они того то есть это игры того стоящие кстати очень рекомендую игру rise of glory давайте я покажу вам она работает windows 7 все игры сконцентрированные в хабе xbox live вот так выглядят это мои установленные приложения они группируются по принципу игры которые помечены значком xbox live они вот вверху ниже other ну надо сказать что гораздо круче и гораздо сильнее производят впечатление этой игры от xbox live покажу вам rise of glory я уже прошел некоторое количество уровней в этой игре покажу вам я не буду проходить кампанию то что очень долго ее показывать давайте настроим уровень сложности средний так начнем игру игра управляется акселерометром поэтому не сетуйте на то что я двигаю устройством поддерживает мультитач видите всеми функциями игры можно управлять графика действительно очень красивая игра сильно напоминает L2 штурмовик ну здесь конечно не такая крутая физика но тем не менее игра очень хороша и очень интересно насколько я знаю сюда даже добавят мультиплеер видите кого-то сбить не так просто отлично я кого-то сбил в общем мы получили представление вернемся в меню как видите переключение между даже самыми тяжелыми приложениями не вызывает у системы затруднения еще очень симпатичная игра это tentacles или щупальца у нее достаточно незамысловатый геймплей но тем не менее он сильно затягивает так так здесь мы играем каким-то глазом с щупальцами так здесь мы видим и мы видим что это это и 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 в общем проходится на скорость и реально сильно затягивает и 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 live пожалуй игра the harvest одна из первых игр которая была запущена для windows фон 7 mango а Смотрите, вот такой геймплей. Так, теперь давайте посмотрим на другие функции. Прежде всего, как выглядят настройки. Settings. Вот что нам доступно. Допустим, рингтоны. В принципе, можно добавить сюда Windows Phone 7 свои рингтоны. Это нужно сделать только через программу Zoom на ПК. Вот Wi-Fi. Bluetooth. Многие спрашивают про передачу файлов на Bluetooth. Здесь эта функция недоступна. Но, с другой стороны, система уже ориентирована на интернет, на 3G, на Wi-Fi. Поэтому разработчики посчитали, что это несколько неактуально. Интересная функция Battery Saver. Как видите, система оценивает текущую загрузку, текущее использование. Вот она пишет, что у нас при активной игре в игры остается еще 12 часов. Чем меньше пользуешься телефоном, тем больше показывает эта настройка. То есть, грубо говоря, если он будет лежать на просто подключенный к сетям и к Wi-Fi, он покажет, может быть, где-то дня 3-4. Вот настройки клавиатуры. Можете посмотреть. Доступна и украинская, и русская клавиатура, и польская. В общем, проблема доступности языков для Windows Phone 7 Mango практически снята. И приложение. Небольшое количество настроек вполне оправданно, потому что система ориентирована на достаточно, ну, скажем, бытовое использование. То есть, здесь тот же самый принцип, как в айфоне, что смартфон – это скорее некий бытовой прибор, который должен работать из коробки, просто настраиваться и быть очень доступен. Достоинства Windows Phone 7 Mango не в, может быть, не в какой-то поражающей графической составляющей, вот, кстати, возможно ее менять, допустим, красную, цветы будут таяны, а в том, что система очень легко воспринимается. Все сразу понятно, буквально с первого взгляда, но на систему. То есть, вот видно, кто из ваших друзей был активен в социальных сетях, кто запустил какие-то фотографии в Facebook, да, вот, например, программа «Картинки» не просто показывает ваши картинки, она показывает, кто был доступен, кто запустил фотографии в социальные сети. Причем она может и сама отправлять все ваши фотографии на ваш аккаунт Live или в Facebook. То есть, это система нового поколения, она не настроена на то, чтобы ее долго настраивать, долго оптимизировать под себя, она рассчитана на тех людей, которые хотят пользоваться системой из коробки сразу, без каких-либо сложных заморочек, в общем-то, для той же самой аудитории, что iOS. Я слышу много критики в том плане, что тайлы – это некрасиво. Я позволю себе с этим не согласиться, с тем, потому что дизайн OS достаточно свежий, минималистичный, он вызывает ощущение некой китайской подделки, которая напичкана какими-то рюшечками, какими-то рюшечками.